Привет, ребята. В этом выпуске мы отправляемся в район Индии, который называется Хампи. И для начала мы посетим храм Витала. В этом нам поможет индийский исследователь Правен Махан. Это сооружение называется музыкальным залом. Это потому, что его колонны при постукивании издают звуки. Например, вот столб, на котором изображен человек, играющий на барабанах. Если вы постучите по нему, вы услышите звук этих барабанов. Вот звук, похожий на большой колокол. А вот звук, похожий на звук меньшего колокола. А вот так можно получить звук современного дверного звонка. Как эти каменные колонны создают различные звуки. Обратите внимание на этот столб. Он выглядит, как конструкция из нескольких небольших колонн. Но все это сделано из одного целого блока. Однако, если вы постучите по этим колоннам, они создадут звуки, похожие на музыкальную гамму. Какие каменные технологии существовали в древней Индии, которые могли имитировать звуки музыкальных инструментов. Как эти колонны, сделанные из одного и того же материала, который является гранитом, издают различные звуки. Может древние строители каким-то образом создали пустоты внутри этих столбов. Иначе как объяснить разные звуки у геометрически одинаковых колонн? У англичан был тот же вопрос. Во время оккупации Индии они откололи одну из маленьких колонн, чтобы увидеть, что у нее внутри. Здесь вы можете видеть место, где отсутствует колонна. И они были удивлены, обнаружив, что колонна не имеет пустот и сделана целиком из камня. Если внутри этих столбов нет пустот, как заставить их создавать разные звуки? Если бы вы изменили размеры, такие как высота, ширина и диаметр, вы могли бы, по крайней мере, заставить их звучать немного иначе. Но если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что все колонны имеют одинаковую высоту, ширину и диаметр. Если они имеют одинаковые размеры, одинаковый материал и не имеют пустот внутри, то как они создают разные звуки? Единственный способ добиться этого, изменить плотность материала, добавив в него другие компоненты в различных пропорциях, как в современных сплавах. Могли ли древние строители делать сплавы из гранита с различными добавками, чтобы создать колонны, которые издают разные звуки? Или это какие-то геополимерные технологии? Или это из разряда таких технологий, которые мы просто пока не понимаем? Местные жители утверждают, что использовалась именно технология плавления камней. В качестве доказательства они говорят, что цепи из камней были прикреплены к этим петлям по углам на потолке. Эти каменные цепи были позже разрушены во время иностранного вторжения, точно так же, как и храмовая башня. Цепи из камня, неужели возможно что-то подобное? В храме Витала эти цепи не сохранились. Но в Канчапураме, который находится в трехстах милях от Хампи, эти цепи есть. Они свисают с петель по углам крыши. Археологи подтвердили, что они сделаны из камня и были созданы как минимум 700 лет назад. Но это не главная проблема. Проблема в том, что в то время как каменные цепи сделаны из песчаника, потолок сделан из гранитных блоков. Итак, как они смогли соединить два разных типа камней в этом месте? Мы точно знаем, что соединить два кольца из разных материалов, невозможно не разорвав одно из колец и не соединив его обратно. Таким образом, эти каменные цепи доказывают, что древние строители действительно либо плавили камни, либо делали их из геополимеров. В любом случае, эти артефакты делались не просто путем кропотливого выдалбливания при помощи зубила и молотка. Таким методом этого сделать просто невозможно. Здесь применялись какие-то другие технологии. Но вернемся к храму Витала. Мы можем быть уверены, что каменные цепи когда-то свисали с потолка музыкального зала, иначе в петлях нет необходимости. Также мы можем быть уверены, что создание таких цепей требует каких-то продвинутых технологий. Но для создания музыкальных колонн, нам нужна не только технология плавления или заливки камней, но и огромное понимание звука. Было ли у древних строителей гораздо более глубокое понимание звука? Сегодня мы используем технологию кематики для понимания звука и вибрации. При помощи этой технологии мы можем увидеть глазами, как различные звуки при помощи вибрации создают различные геометрические узоры. Возможно ли, что древние строители также использовали технологию кематики? И что более важно, есть ли такие узоры в храме Витала? И действительно в этом храме есть что-то очень похожее. Здесь вы можете видеть кематические узоры, вырезанные на потолке храма. Эти резные фигурки явно напоминают узоры, похожие на узоры в кематике. Более того, эти резные изображения показывают звук в трех измерениях. Сегодня мы можем создать трехмерные кематические паттерны, используя голографию. Неужели это просто совпадение, что эти кематические узоры вырезаны по всему потолку музыкального зала? Зачем еще древние строители приложили огромные усилия, чтобы создать эти различные узоры на потолке? Сегодня музыкальный зал закрыт, потому что люди повредили его, стуча по столбам ключами и монетами, в то время как в древние времена музыканты использовали только палочки из сандалового дерева, чтобы стучать по этим столбам. И если вы внимательно посмотрите на этот барельеф, вы точно увидите, что происходит. Женщины стоят в кругу, постукивая палочками, и звук, который они создают, визуально изображен в центре. В главной камере храма когда-то стоял Эдолвитала, главного бога этого храма, но сегодня его уже нет. Но на потолке вы можете увидеть очень большой барельеф, похожий на кематический узор. Зачем нужно вырезать такие сложные узоры на потолке в темной камере? Что хотели сказать нам древние строители? Пишите, что вы думаете в комментариях. А мы продолжим путешествие по Хампе и отправляемся в подземный храм Шилы. Он считается одним из старейших храмов в Хампе, и вы можете видеть, что он построен ниже уровня земли. Если мы войдем во внутрь храма, он будет уходить все глубже и глубже. А самая глубокая часть содержит главную камеру, в которой находится лингам. Этот храм был полностью погребен под землей на многие века, прежде чем он был обнаружен в 1980-х годах, а затем был раскопан. Туристы мало посещают этот храм в связи с тем, что он частично затапливается водой, а в воде живут нехорошие змеи. Но давайте все же пойдем во внутрь и посмотрим, что мы можем найти в главной комнате. Это основная комната, и вы сразу можете увидеть, что первоначальный лингам как всегда исчез, а на его месте был установлен новый лингам. Более новая цилиндрическая структура просто помещена сверху древнего квадратного основания. На потолке мы видим очень интересный геометрический рисунок, вырезанный точно над тем местом, где когда-то стоял древний лингам. Два концентрических круга, расположенных внутри ромба, который находится внутри квадрата, который, в свою очередь, снова находится внутри ромба. Конечно, главный вопрос, зачем? Зачем древние строители создали эту структуру под землей? Только представьте, если историки правы, строительство такого храма было бы чудовищной задачей в древние времена. Им пришлось бы копать на большую глубину и ставить эти грандиозные гранитные основания и столбы, что заняло бы годы. И за эти годы строительства древние строители не заметили и не поняли, что здесь всегда будет вода. Сейчас здесь лето, поэтому сейчас здесь только 30 сантиметров воды, но в сезон дождей у вас здесь будет намного больше воды. И несмотря на все это, они все же создали такую структуру под землей. Зачем? Местные историки рассказывают очень интересную историю, даже некоторые археологи принимают эту теорию. Этот храм был создан для тайных ритуалов, предназначенных только для членов королевской семьи. Храм является лишь одной стороной подземного сооружения. Так где же другая сторона? Другая сторона находится примерно в полумиле от подземного храма Шивы. Это место называется тайная палата Совета. Здесь вы можете видеть вход в эту структуру, которая опять же находится под землей. Это очень странная подземная зона, сделанная из твердых черных каменных плит. Даже сегодня она может служить подземным бункером. В нескольких местах археологи удалили верхнюю часть этой структуры. Многие интригующие статуи древних богов также были раскопаны здесь. Если бы вы были членом королевской семьи в древние времена, вы могли бы просто пройтись от подземного храма Шивы до этого места, и наоборот, и вас бы никто не заметил. Чего нам не хватает, так это самого туннеля, соединяющего зал секретного совета и подземный храм Шивы. Возможно, его еще найдут. Но как древние строители справлялись с затоплением водой этих структур, остается загадкой. Но возможно, что храмы были закопаны уже после их строительства в результате какой-то катастрофы. А что вы думаете? Пишите ваши мысли в комментариях. А мы продолжим путешествие по Хампе. Посмотрите на это сооружение. Местные жители называют эту структуру Вимана Вишну, что означает самолет Господа Вишну. Размер структуры составляет почти четыре метра в высоту и более четырех метров в ширину. Огромная центральная часть была установлена на более меньшие камни. Также есть два валуна, расположенные сверху центральной части. И если вы удалите какой-нибудь булыжник, вся структура рухнет, потому что ее центр тяжести изменится. Возникает вопрос, это естественное образование или оно было создано в древние времена. Хотя местные жители утверждают, что древние строители создали его как модель Виманы, геологи говорят, что это естественное образование. Это примерно так же, как и со структурами, которые расположены в России. В России эти структуры называются сейдами. Основное объяснение их происхождения это ледник. Во время ледникового периода, движение льда подхватывало камни и тащило их за собой. А после того, как лед растаял, камни естественным образом приняли такие формы. Возможно, так и было, но вот незадача. В Индии не было таких ледников. Посмотрите на карту оледенения Земли, которую нам дает та же официальная наука. Как видите, в Индии нет оледенения. Значит, официальная версия природного происхождения в Индии, мягко говоря, не подходит. Но здесь есть несколько подсказок, которые доказывают, что это неестественное образование. Внизу, на основании, мы можем видеть барельеф в виде круга с лучами. Это явно резьба, а не естественное явление. А поблизости есть следы, которые выглядят как борозды, указывающие на то, что эти камни тащили в гору. Эти следы вы не встретите вблизи природных образований. Итак, мы видим, что это сооружение не является природным образованием и фактически было создано древними строителями. Но как построить такую структуру без передовых технологий? Это сделано из гранита и весит не меньше ста тонн. Без современного строительного крана этого не поднять. Так как же им это удалось? И даже если некоторые эсейды России можно подогнать под теорию о леднике, то это сооружение в Индии никак не укладывается в эту теорию. А если это сооружение в Индии не укладывается в теорию ледника, мы можем смело предположить, что вот это сооружение на севере России, которое можно назвать каменной бабой, тоже дело рук разумных существ. А еще более интересно было бы послушать официалов, которые объяснили бы теорией ледника происхождения вот этой лестницы, которая находится на горе Ватавара, наивысшей точке западно-карельской возвышенности. Но нам говорят, что это просто природное явление. А что думаете вы? Пишите об этом в комментариях. А в качестве послесловия я хочу задать вопрос. Почему мы, человечество, все время изобретаем велосипед. Кстати, велосипед, который вы видите, вырезан в храме, возраст которого две тысячи лет. Ролик об этом храме вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Но речь не о велосипеде. В этом ролике вы видели доказательства технологии плавления или отливки камней, которая существовала в Индии как минимум 700 лет назад. Исследователь и блогер Сергей Игнатенко в ролике «Забытые технологии» первой половины XIX века показывает доказательства того, что эти технологии были известны не так давно. Посмотрите отрывок из его ролика, ссылка на который будет в описании под этим видео. Предлагаю рассмотреть отрывки из книги, которая называется «Пространное руководство к общей технологии или к познанию всех работ, средств, орудий и машин, употребляемых в разных технических искусствах». Издана в Москве в 1828 году. Книга, как и все книги XIX века, прошла проверку Цензурного комитета. То есть информация в этой книге не была под каким-либо секретом. Умягчение камней. Плавление металлов, камней, земель и других тел. Также в этой книге есть описание производства каменной посуды. Плавление глинистой земли для каменной посуды, фарфора и прочее. Приготовление гипсового или искусственного мрамора из гипсового теста и клеевой воды, обыкновенно раскрашенного разными пятнами и жилками. Как видите, никакой тайны. Все написано. Черным по-русски. И сегодня, имея такие книги, мы почему-то заново изобретаем технологии геополимерных материалов и плавления камней. А историки и археологи продолжают рассказывать нам о примитивных предках. Так почему, а главное, зачем? Зачем мы все время изобретаем одно и то же? Пишите свои мысли в комментариях. А в мире еще много загадок. Но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч!